Рабочим требуется пилить бетон, значит настал звездный час для AGP CS11. Эта цепная пила позволяет делать в бетоне резы глубиной до 30 см. Не испортить инструмент рабочим помогает встроенная в него защита от перегрузки и перегрева. Если что-то пойдет не так, загорится LED-индикатор. А точность гарантируют встроенные уровни. Отдать за AGP CS11 придется 1357 долларов. А у кровельщиков и вовсе праздник. Им привезли систему «Бумпа». Она в разы упрощает доставку на крышу, черепицы и прочих материалов, а еще пригодится для снятия с крыши мусора. «Бумпа» выпускается в бензиновых и электрических версиях. Максимальная нагрузка в любом случае составляет 80 кг, а максимальная рабочая высота ограничена 9 метрами. Бензиновая «Бумпа» для такой высоты обойдется в 137 долларов. Плиточников тем временем выручает БТИПАВ пульс. Этот вибрационный инструмент помогает уложить плитку идеально без пузырьков воздуха. Инструмент оснащен аккумулятором на 2 Ач, так что провода мастерам не мешают. За счет присоса, рабочие поднимают инструментом плитки весом до 25 кг, а пластина особой формы облегчает работу в углах. Стоит инструмент 196 долларов. На других объектах строители приступают к разметке и работают весьма оперативно, поскольку разметочная краска от компании «Растолиум» высыхает примерно за 5 минут. Краска отлично держится хоть на асфальте и грабии, хоть на тропе и грязи. Покупатели могут выбрать из более чем 30 цветов. Стандартный баллон М1400 вмещает 482 грамма краски и позволяет разметить больше погонных метров, чем многие аналоги. Партия из 12 баллонов М1400 стоит 58 долларов. «Прочного фундамента заслуживают все здания», — пишут разработчики StopDiggin. Эта система винтовых свай была спроектирована в Швеции еще в 2012 году и неплохо продается до сих пор. Неудивительно, ведь такие сваи позволяют не копать и не мучиться с заливкой бетона. А еще они многоразовые и готовы к использованию круглый год. При этом сваи успешно вписались даже в американские строительные нормы и поставляются с 25-летней гарантией. Резаки HC1 и HC2 прекрасно сочетаются с аккумуляторными дрелями и позволяют резать оцинкованную сталь толщиной в 1,02 мм. Это идеальное решение для работы с листовым металлом. Мало того, что у резаков довольно простая конструкция, так еще и запчасти и расходные материалы для них взаимозаменяемы. HC1 прорезает отверстия диаметром от 51 до 305 мм, а HC2 позволит довести диаметр до 508 мм. Резак версии HC1 стоит 67 долларов, версия HC2 обойдется в 94. Монтаж сайдинга – дело во всех смыслах тяжелое. Облегчить его сразу по двум фронтам позволяют вот такие зажимы. Во-первых, они выступают в роли мини-платформ, на которые можно поставить панели и листы в процессе работы с крепежом. А во-вторых, зажимы обеспечивают идеально ровные зазоры. Один зажим стоит 63 доллара. А вот такое устройство называется профилировщик. Оно помогает с подготовкой поверхности под укладку плитки, брусчатки, газона и всего такого. Также устройство покупают и садоводы, например, чтобы разравнивать грядки. Специалисты с экрана сделали выбор в пользу серии LevelFix. Ширина профилировщиков этой серии доходит до 3,1 метра. Плюс устройство регулируется не только по ширине, но и по высоте. Профилировщик LevelFix с рабочей шириной до 1,25 метра продается за 1290 долларов. Порой в зонах укладки плитки либо брусчатки можно заметить вот такую технику. Она позволяет рабочим решить сразу две задачи. Во-первых, техника помогает заполнять швы, а во-вторых, с помощью вибраций рабочие могут аккуратно выровнять даже тонкую плитку без риска трещины сколов. Работа идет без пыли и довольно быстрая, потому что обе модели с экранов оснащены двигателями «Хонда» на 5 лошадиных сил, а рабочая ширина составляет 42,67 сантиметров. Каждый кровельщик хоть раз в жизни использовал вместо молотка первое, что попалось под руку. По крайней мере, так считают в Primeline Tools. Именно эта компания сделала нож Hammerhead. Его рукоять дополнена стальной вставкой, так что можно смело колотить ей по гвоздям, скобам и всему остальному. А еще в ноже есть выдвижной отсек на семь запасных лезвий. Приобрести Hammerhead предлагают за 55 долларов. Не меньше пользы принесут строителям, механикам и другим специалистам вот такие тепловизоры. Модели с экрана выручат с диагностикой в диапазоне от минус 20 до плюс 550 градусов Цельсия. За счет встроенной памяти и возможности поставить SD-карту, один тепловизор легко сохранит тысячи изображений. Полной зарядки модели TIS 55 Plus хватит на три с половиной часа работы, а модель TIS 75 Plus продержится больше четырех. Стоят эти тепловизоры 3650 и 6400 долларов соответственно. Следующий аппарат обойдется еще дороже — в 15200 долларов. Зато он без проблем сварит горячим клином гидроизолирующие покрытия и геомембраны. Температуру и скорость сварки, а также давление регулирует цифровая система. Работать получится со скоростью до 8 метров в минуту. Называется аппарат Leister Comet 700, и это один из самых маленьких и легких вариантов со встроенным блоком управления в мире. Фокус от компании Blue Spruce Toolwork. Вот такая стамеска компактнее аналогов, но стоит дороже. За сочетание стали А2 и ручки из натурального дерева разработчики хотят 120 долларов. Как считаете, достойный инструмент? Или за такие деньги можно найти что-то получше? Почему стоит купить Quick Brace? Потому что больше на рынке подобных инструментов нет, уверены разработчики. К тому же работа с Quick Brace пойдет до шести раз быстрее, ведь благодаря пневматическому приводу можно крепить хоть пять досок одновременно. Они сразу встанут как надо, то есть стучать по ним, ругаться не придется. Продается инструмент за 1650 долларов. Этот инструмент, больше похожий на оружие из видеоигр, нашелся на всем известном китайском сайте. Он стоит скромные 30 долларов и радует рабочей шириной в диапазоне от 60 до 80 сантиметров. Производитель не поленился также вставить парочку уровней, а в качестве целевой аудитории выбраны плиточники. Тем временем компания Marshalltown продает вот такой подъемник. Это идеальное решение для работы с листами гипсокартона. Подъемник выдержит до 68 килограмм нагрузки и без проблем схватит листы размером 1,2 на 4,8 метра. Также подъемник наклоняется вбок на угол до 65 градусов. Но за все эти удовольствия придется заплатить немалую цену, ведь стоит подъемник 1624 доллара. А вот компания Dova занимается лазерными нивелирами и настолько уверена в их качестве, что бесплатно отремонтирует все неточные модели, отработавшие менее пяти лет. Нивелир с экрана предлагает строителям сразу 16 линий и поэтому подходит для самых разных задач – от укладки плитки до монтажа натяжных потолков. Рабочий диапазон нивелира расширяется до 60 метров, а одной зарядки хватит на 6 часов работы. Продают устройство за 180 долларов. Далее в выпуск заезжает ТАВТРАК БИ-450. Это мини-самосвал с макси-возможностями. Он выдерживает до 450 килограмм нагрузки и оснащается двигателем Хонда на 6,5 лошадиных сил. Если поставить узкий ковши и повернуть колеса, самосвал легко проедет в дверной проем, потому что его ширина составит всего 73 сантиметра. Стоит самосвал 9 473 доллара, а еще продается точно такой же, но с электродвигателем. Аккумулятора электрички хватит на 8 часов работы. В наших выпусках уже засветился целый арсенал разнообразных фонарей, поэтому настала очередь кое-чего покрупнее. Мачта освещения LUX S10 вытягивается на высоту в 4,5 метра и освещает площадь в 1500 квадратных метров. Лампы мачты вращаются на 360 градусов, а за счет опор и веса в 83 килограмма ей нипочем даже ветер до 30,5 метров в секунду. Купить LUX S10 можно за 4597 долларов. Мощный двигатель, четырехступенчатая коробка передач, жесткая, но при этом эргономичная конструкция. Все это звучит как обзор спорткара, однако речь идет о сверлильном станке. Впрочем, название у него вполне в духе спорткаров. Pro-122 TSB. Работать на станке можно корончатым сверлом диаметром 120 мм, а также спиральным сверлом диаметром до 31,75 мм. Резьба DM30 нарезается за счет реверса. Мощность двигателя, кстати, составляет 2300 Вт. А работать с панелью управления удобно даже в перчатках. Продают станок за 3352 доллара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова